дорогие слушатели всем добрый день дайте пожалуйста реакцию насколько хорошо видно и слышно меня экран презентацию все видно отлично супер спасибо большое отлично значит у вас у меня со связью все хорошо супер отлично давайте посмотрим пока мы все собираемся еще минуточку буквально кто у нас здесь сегодня собрался для того чтобы услышать о трендах развития сервисов продавцов на marketplace напишите пожалуйста про себя продаете ли вы уже на marketplace их собираетесь ли это делать вы производитель или дистрибьютор или вообще какие у вас планы и маркетплейсы что вам интересно связано с этим рынком зачем вы сегодня здесь отлично наталья пишет что собираемся продавать производитель романа интересует розничная продажа мебели в других областях россии не уверена роман что именно про розничную продажу мебели мы будем сегодня говорить но надеюсь инсайты которые вы получите послушать прослушив этот вебинар и скачав исследования помогут вам ваш бизнес развивать алексей продает и собирается на новые маркетплейсы производитель алексей вам нужны наши другие вебинары в том числе очень много интересного про разные маркетплейсы екатерина продает шоколад и электронику хочет получить новые знания она продает новый вайл берез два года женскую одежду хочет расширить ассортимент отлично дайте себе не знать пожалуйста пишите еще какой у вас опыта и что вы хотите получить пишите пишите так супер пока вы пишете давайте будем не спеша начинать мы здесь собрались вместе следующем составе вы наши дорогие слушатели и две компании с авторстве которых собственно вышло это исследование первое и пока единственное такого рода на рынке конечно но я надеюсь не последнее мы будем продолжать и я хочу представить меня зовут мария зубрева я представляю компанию upmarket платформу по управлению всеми этапами продаж на marketplace отвечаю за развитие компании и со мной вместе чуть позже присоединиться кирилл харлашкин отца автор исследования ведущий менеджер консультант okslabs okslabs это стратегические консультанты которые консультируют бизнес по разным направлениям в разных категориях деятельности сегодня мы вам сделаем небольшой интро на этом вебинаре о том о чем собственно это исследование почему оно может быть полезно дальше вы можете перейти в конце будут ссылки скачать его и ознакомиться более подробно с трендами маркетплейсов россии за рубежом и написать нам или okslab задать любые вопросы и мы очень сильно постараемся вам помочь на них ответить ну конечно у нас есть академия upmarket наш youtube канал на котором есть масса полезной информации тоже в режиме записанных видео со скринкастами где вы можете и практическую теоретическую часть получить ну и приходите учиться конечно в скиллбокс и в металлогию где мы являемся авторами или соавторами курсов преподаем и вместе с нашими коллегами по цеху делимся знанием на рынке внесем образование в массы так сказать итак давайте начнем пока вы собираетесь и пишите пожалуйста не останавливайтесь писать о чем что хотите получить что делаете сейчас или собираете делать на маркетплейсах а теперь важно смотрите про это исследование вообще выход на рынок с новым продуктом или с новой компании всегда похож на начало новой игры согласитесь поскольку вы селлеры или собирающиеся селлерами новички в этой игре то вы не знаете правила не знаете против кого или вместе с кем вы играете и вот из этой парадигмы на помощь приходит исследование рынка являются ли исследования абсолютным бизнес пророчеством к сожалению или к счастью не являются поэтому я прошу к ним относиться как к набору очень многих данных из которых вам предстоит сделать свои принять свои управленческие решения в полной версии исследования мы кроме фактов даем и собраны для вас через интервью и через данные из открытых источников предлагаем рекомендации в каждой из категорий которыми стоит на наш взгляд воспользоваться для того чтобы ваш бизнес развивался не только на маркетплейсах не только в россии но и за рубежом в том числе потому что представлены тренды раскрыты в разных странах разве западных странах азиатских от азиатском регионе латинской америки на основании которых вы можете принять решение выходить не выходить как себя там вести вообще исследование именно из-за того что очень много переменных до которые выходят за компетенции исследования рынка являются необходимы но необязательной частью маркетинговой стратегии каждый из как которую вы строите каждый из вас строит и таким преддверием экспериментов экспериментировать точно нужно и для этого вам нужно гораздо больше данных чем вы самостоятельно одни да можете собрать поэтому стоит такими исследованиями пользоваться когда мы с коллегами из окай слаб собрались в работе над одним проектом конечно же связанным с маркетплейсом это был международный проект мы поняли что нас волнует одна проблема вернее даже набор проблемой набор ситуации так называемых мы наблюдали одинаково но с разных сторон 2020 и 21 году что есть первое есть динамичный рост количества селлеров и рост трафика на маркетплейсах так мне показывают что со связью что-то не так нет все окей в общем первая проблема первая ситуация на маркетплейсах драматически растет количество новых селлеров за вторую половину двадцатого года то есть как только все там поняли как жить с пандемией и за 21 год кратно увеличилось на каждой площадке и стал расти рост трафика усталости трафик то есть стал появляться все больше и больше покупателей на маркетплейс вторая ситуация некое волнообразное изменение самих маркетплейсов самих площадок то как будто догоняющие то опережающие потребности своих клиентов причем вот эти изменения они стали также драматически расти особенно за последний год и изменения мы эти видим практически каждый день релизит вайлберис релизит озон западные маркетплейсы чуть медленнее это делать потому что они уже достигли своего предела роста подходит к нему назовем это тогда у нас еще в россии здесь большой потенциал есть тем не менее эти изменения происходят волнообразно и непрогнозируемо третья ситуация которую мы видим это сервисные технологические компании которые появляются либо вот как грибы после дождя начинают расти то этот рост затихает он реагирует на изменение маркетплейсов либо наоборот компании придумывают что-то новое еще вообще непонятно как этим пользоваться но идеи есть и в некоторых функциях в некоторых категориях на marketplace остается целая черная дыра например там в аналитике да как с этим правильно жить как собирать данные из marketplace не очень понятно нет одного понятного достойного такого инструмента на которого с большей долей вероятностью можно полагаться и вот такие три ситуации со стороны самих marketplace их изменений со стороны сервисов технологических компаний со стороны покупателей продавцов они как бы показывали нам на мап-маркету который находится над рынком продавцом и управляет тысячами кейсов и плюс потребляет еще сам сервисы связанные с marketplace компания о кс которая тоже находится над рынком и консультирует компании которые заинтересованы в развитии своих продаж своей своей стратегии мы на все это над системно посмотрели на турбулентность этого яком рынка и у нас возникло два вопроса на самом деле достаточно значимых первое каким образом опытному или тем более новому селеру производителю или дистрибьютору разобраться вообще в происходящем на площадках с учетом всех этих изменений когда он находится рядом вот с этим ураганом страстей и ему не на что опереться при принятии решения и второй вопрос как будут появляться новые бизнесы вокруг этого развивающегося рынка если нет собранной информации о его возможностях угрозах потенциале и что делать предпринимателю который видит что рынок растет но не понимает в общем что с этим делать и в общем то на основании вот этих ситуаций которые мы наблюдали на основании вопросов которые у нас возникли мы пришли к идее что нам стоит провести самостоятельно то что мы не нашли такой агрегированной информации нигде исследование которое покажет тренды и продемонстрирует новые возможности для развития бизнеса на основании не только российских но лучших мировых практик потому что западные маркетплейсы на 3-5 лет опережают по развитию наш текущий рынок и на основании опыта крупнейших игроков рынка что мы сделали да чтобы вы понимали методологию исследования мы проанализировали тренды крупнейших российских и зарубежных маркетплейсов мы собрали и проанализировали какие у них были изменения какие были изменения в сервисах предоставляемых продавцам как маркетплейсами так и сервисными компаниями и провели интервью с экспертами на российском рынке и на зарубежном здесь представлен ряд экспертов которые находятся не только внутри маркетплейсов но и занимаются диджитал рекламой образованием оффлайн частью связанные с маркетплейсами фулфилментом и так далее и так далее для того чтобы собрать полную картину и постараться построить прогнозы по тому как будет развиваться рынок основываясь на настоящем и прошлом как российских маркетплейсов так и зарубежных соответственно мы определили несколько трендов мы о них поговорим позже и несколько категорий в которых мы предлагаем рассматривать весь путь продавца и этот термин мы тоже вводим в этом исследовании весь путь продавца который каждому из вас вы уже либо проходите либо предстоит пройти предстоит проходить циклично когда вы собираетесь работать с маркетплейсами я хочу подчеркнуть что это касается работы с любым маркетплейсом и касается не только россии поэтому мне хотелось бы дать вам такую информацию на основании которой вы не пугались выходить на другие рынки потому что вы уже будете понимать какой путь вам предстоит пройти что происходит с маркетплейсами сейчас во всем мире они очень интенсивно наращивают свой джемби джемби для тех кто не знает еще но обязательно узнает это товарооборот amazon а на западном рынке давно играет уже очень значимую роль в принципе в экономике сша и европы и в развивающихся странах и на локальных рынках европы создаются аналоги создаются локальные маркетплейсы они связаны с лингвистическими особенностями каждой из стран это первое а второе amazon тоже присутствует в каждом из локальных рынков но на своем на языке этой страны исторически маркетплейсы работали и до сих пор работают по 1p модели 1p модель это модель при которой маркетплейс покупает у вас товары является вашим оптовым покупателем и продает их от своего имени на маркетплейсом классическая дистрибьюторская схема при этом в середине 2010 начался переход на 3p модель 3p модель это работа на маркетплейсе сторонних продавцов то есть я как маркетплейс пускаю на свою площадку других продавцов и позволяю им управлять своим ассортиментом и для своей рекламной стратегии так как пожелает этот продавец но в рамках правил установленных самим маркетплейсом и таким образом при переходе к этой 3p модели она стала настолько популярной что gmv стал формироваться на маркетплейсах в первую очередь доля его прирослала за счет этих самых сторонних продавцов инициатор и лидер этого изменения это конечно же amazon но мы наблюдаем этот тренд абсолютно во всех маркетплейсах в россии и не только посмотрите на тимул посмотрите на меркам это азия меркада либра это латинская америка посмотрите на заланды ну и конечно на наш вайлдберрис и amazon например и озон например у озона за 2021 год абсолютно открытая информация вы можете читать публичную отчетность этой компании доля 3p превысила 65 процентов и против 17 в 2019 году соответственно она выросла больше чем порядка там четыре раза за два года такой объем продавцов стал допущен на площадку и стал продавать там свои товары управлять этим самостоятельно при выходе на маркетплейсы сами продавцы как правило не имеют достаточно ресурсов и экспертизы что абсолютно нормально потому что они имеют экспертизу в своем бизнесе чтобы закрыть все этапы продаж на и управлять всем процессом продаж на маркетплейсах и сервисные компании здесь предоставляют широкий набор сервисов платно платформах для продавцов которые помогают что они помогают сделать они помогают получить знания о маркетплейсах до актуальные знания которые накапливаются и плюс в моменте изменяются они помогают подключиться к площадке не помогают разрабатывать контент продвигать товар, доставлять товар и отслеживать его локацию и количество, то есть управлять остатками. Они помогают анализировать результаты продаж, делать какие-то предикты для того, чтобы понимать, какой уровень продаж будет в будущем. Они помогают получить финансирование под развитие своего бизнеса, под развитие оборотного капитала. И здесь важно выделить несколько типов таких компаний. Мы выделили три типа, то есть это сами маркетплейсы, это сервисные компании и это агрегаторы брендов. То есть это три ключевые группы поставщиков. Их всех объединяет стремление закрыть как можно больше этапов на всем пути продавца. И они это делают с помощью собственных разработок, с помощью партнерских отношений, развития партнерских отношений и с помощью M&A, то есть слияния и поглощений. Маркетплейсы предоставляют продавцам сервисы только по работе со своими площадками, что очевидно. Да, Озон помогает селлером развиваться только на Озоне. Его не очень интересуют сервисы для других маркетплейсов, что тоже абсолютно ок. Сервисные компании, агрегаторы брендов, они помогают селлером на нескольких площадках. Но у них разная модель монетизации. Если сервисная компания в основном работает по агентской модели или SaaS модели, то агрегаторы брендов зарабатывают за счет продажи товаров поглощенных брендов. Разная модель заработка. Это интересные факты для того, чтобы вы понимали, что такая модель, такие агрегаторы брендов существуют и в России в том числе. С юридической точки зрения законодательство не полностью описывает правила работы с такими типами бизнес-моделей. Однако мы наблюдаем, особенно за 2021 год, появление инициатив по тому, чтобы выращивать и поглощать эти бренды для работы только на маркетплейсах. По созданию производства товаров для продажи только на маркетплейсах. И даже к нам обращаются селлеры, которые готовы, получив инвестиции или собирающиеся получать инвестиции, для того, чтобы, дойдя до определенного роя своей бизнес-модели, своей юнит-экономики, они собираются продавать свой бизнес более крупному игроку, например, такому агрегатору. То есть этот вариант развития бизнеса тоже возможен. Мы будем наблюдать по тому, как внутри России будут легально описаны эти процедуры, для того, чтобы выстраивать свои сервисы для такого типа бизнесов. И для вас это может быть инсайтом для того, чтобы понимать, как свой бизнес развивать в дальнейшем. И вообще не обязательно оставлять его только для себя. В США, в частности, вокруг Амазона, существует огромное количество таких агрегаторов, меньшее, чем агентство, но тем не менее, которое собирает успешные бренды и дальше масштабирует их уже на основании своей инфраструктуры. Предприниматели, которые продают свои бренды, идут либо развивать похожие какие-то сервисы для себя, либо занимаются другим бизнесом. Но это тоже вполне себе интересный вариант. Соответственно, здесь что мы видим? Мы видим, что по всему пути продавца есть компании, которые снимают либо операционку, либо помогают кратно увеличить результат на том или ином этапе. Но, тем не менее, нужно понимать, что есть и собственные разработки у этих компаний, да, и часть маркетплейсов, например, сильно инвестируют в такие капиталоемкие направления, как логистические сервисы. Часть такие, как Амазон, например, или Озон, они покупают в сторонние компании для развития, например, финтех направления, и компании развивают свои партнерские программы, тот же самый Азон или Яндекс.Маркет в России, развивают партнерство, такой проект, например, как всем известно, и технологическое партнерство, которое позволяет делегировать сертифицированным партнерам поиск анбординг новых селлеров, снятие с них рутины, управление маркетингом, управление контентом и так далее, и так далее. За счет такого, развития такого комьюнити, сами платформы могут и растут быстрее, кратно увеличивая свой GMV и увеличивая свою прибыль. Но для того, чтобы быть более структурными в своем исследовании, для того, чтобы вы понимали, что вам предстоит, мы создали вместе с партнером новое понятие, которое назвали Seller Journey Map. Это путь продавца на маркетплейсах. Мы его не встретили нигде и поняли, что во всем многообразии вам стоит понимать, какие циклы вам стоит проходить. Вы будете их проходить. И эти циклы, повторяющиеся, они зависят от того, как быстро вы развиваете товарную матрицу, как быстро и в каком объеме вам нужен оборотный капитал, и так далее, и так далее. И этот путь всегда начинается с того, что вы приняли решение, что вам нужно выходить на маркетплейс. Причем, повторюсь, неважно на какой, потому что принципы функционирования площадок достаточно похожи за, наверное, разницу в том, в категориях, которые приоритетны в России на тех или иных маркетплейсах, разница в том, в технических особенностях, в размере комиссий и так далее. Но путь будет один. Вы начинаете его с обучения, с получения знаний о том, что сейчас на рынке происходит и на конкретном маркетплейсе, от общего к частному, и такой вебинар, на котором вы сейчас, это одна из, один из способов получения таких знаний, есть курсы и так далее, и так далее. Вот, дальше вы выбираете, в какую нишу вы хотите выйти, либо у вас уже есть товар. Вы переходите к тому, что вам нужен контент для того, чтобы показать себя на том или ином маркетплейсе, быть привлекательным для вашего покупателя. Вы запускаете рекламную кампанию, создав тот самый прекрасный магазин конверсионный, вам нужен трафик, который вы будете перенаправлять внутри маркетплейса на свой магазин, на свои карточки, а также привлекать извне. Потому что есть два типа трафика, и, конечно, он собирается в том числе извне площадок и садится на вашу карточку, либо магазин. И вы должны подумать о том, как вам организовывать логистику, и здесь, возможно, множество схем, и их можно комбинировать внутри одного аккаунта. Может быть, доставка маркетплейсом, может быть, фулфилмент самого селлера. В общем, в зависимости от матрицы, от маркетплейса, это сильно зависит. К слову, на Яндекс.Маркете в России один из самых больших, наверное, наборов, вариантов, какой доставкой, какой логистикой пользоваться. И поэтому нужно все считать, естественно, закладывать свою юнит-экономику. И, что важно, никакое из тех решений, которые вы здесь приняли, не может быть вечным. Вам точно нужно следить за метриками и понимать, в какой момент времени, какую из функций здесь нужно поменять. Вы управляете товарными остатками и запасами, если вы продаете не только на маркетплейсах. Вам нужно обязательно синхронизировать остатки на разных магазинах. У нас для интернет-магазина на разных маркетплейсах, в оффлайн-рознице, оптовые продажи. Нужно синхронизировать в одно для того, чтобы у вас не было недогрузки в одном канале и перестока в другом, иначе вы будете терять здесь деньги. И дальше все это сопровождает аналитика, конечно, потому что без нее никуда не измеряешь, не управляешь. И, конечно, вам здесь потребуются финансовые сервисы и привлечение дополнительного оборотного капитала. Вот этот SGM вы будете проходить постоянно и эти этапы проходить последовательно для того, чтобы вам быть успешным на всех этих маркетплейсах. По итогам интервью с экспертами мы выявили, кроме тех категорий, о которых сейчас говорила в SGM, несколько общих направлений развития сервисов для продавцов на маркетплейсах. Вот некоторые из них. Например, мы видим, что есть тренд на снижение и снятие рутины в самих сервисах. То есть сервисы стараются снять операционку, которая уже понятна и категоризирована, например, в заполнении карточек. Эти истории автоматизируются разными сервисами. Следующий тренд – это то, что сервисы стремятся охватить весь этот путь продавца и максимально закрыть его все потребности в одном окне. То есть чтобы вы могли и управлять остатками, и заниматься аналитикой, и выкладывать карточки, и мониторить логистику по вашим товарам, пришли в один сервис, закрыли все свои проблемы. Следующий тренд – это сервисы, которые работают не только для вас, как для бизнеса, а есть такое понятие B2B2C. То есть работают на удовлетворении потребностей ваших клиентов. И здесь помогают такие методы вовлечения, как стримы, живые эфиры какие-то, AR-VR технологии. Есть технологии, которые мы видим сейчас развиваются на Озоне или, например, Алиэкспрессы. Кроме стримов, есть еще моменты, недавно появившиеся на Озоне. Соответственно, они помогают вам напрямую достучаться до вашего клиента, и сами маркетплейсы работают не на вас, как на конечного клиента, а на вашего покупателя для того, чтобы вы могли, используя этих сервис, быстрее и с большей конверсией ему продавать. Дальше очень важный тренд, и это значит, что рынок слышит вас, как селлеров. Сервисы, как коммерческие, так и сами маркетплейсы, развиваются с помощью обратной связи от самих продавцов. Они действительно слышат то, что вы пишете в поддержку, то, как вы общаетесь в ТГ-каналах, например. И вы можете, собирая свои комьюнити, и их уже достаточное количество, например, в Телеграме, например, предоставляя обратную связь через запросы NPS своих тех партнеров, например, на Озоне и Яндекс.Маркете, вы можете давать обратную связь по тому, что удобно или нет, что хотелось бы добавить. Поэтому это двухсторонняя игра, даже трехсторонняя вместе с партнерами, и ваш голос точно услышится и будет услышан дальше. Еще мы видим следующий тренд, что на рынок сейчас выходят компании, которые не напрямую связаны с E-комом и тем более с маркетплейсами, но это компании, у которых есть та самая клиентская база, которая может продавать и продает. Например, банки. У банков есть огромная база клиентов, в том числе с товарами, не только с услугами. Банки обладают максимальным количеством информации о юридических лицах этих компаний, и, соответственно, у кого трафика, у кого база, тот побеждает. Соответственно, банки обогащают свой продуктовый портфель финансовыми и не финансовыми сервисами для продавцов на маркетплейсах. Вы можете в некоторых банках как получить комфортные условия для кредитования именно для бизнеса на маркетплейсах, так и получить, например, анбординг на маркетплейс или какую-то часть обучения на маркетплейсе. И вот эти тренды, кроме тех, что мы видим в описанных категориях в SGM, мы тоже хотели бы, чтобы вы на них обратили внимание. Если переходить к обучению, трендов несколько, дальше о них будет говорить мой коллега, но я хочу начать с обучения того самого, с которого вы начинаете свой путь, и представить вам некоторые тренды, которые мы считаем важными, и которые мы считаем нужно учесть для работы с маркетплейсами. Первый тренд, во-первых, тот самый. Образование, курсы, вебинары и так далее предоставляют учебники, в конце концов, предоставляют не только сами маркетплейсы, но и те, кто заинтересован в обогащении своей клиентской базы теми самыми сервисами. Например, банки, например, сервисные компании. Как компания AppMarket запустила свою Академию AppMarket, на которую мы безвозмездно шарим с вами экспертизу, которая вам поможет лучше и быстрее продавать. Сами образовательные платформы. Мы наблюдаем, что, например, Тинькофф тот же самый запустил, да, курс по тому, как начать продавать на Wildberries. То есть Skillbox запустил свой курс, Нитология запустила два курса и менеджер по маркетплейсам и продвижение на маркетплейсах. То есть доступ к этому образованию, доступ к этим знаниям, он становится все более и более простым. Более того, контент становится более специализированным, да, рынок начинает стремиться к дефрагментации. Если раньше были созданы курсы вообще про менеджера на маркетплейсах, то теперь с усложнением каждой из функций появляются курсы по аналитике отдельно, по продвижению отдельно, по производству контента, по управлению остатками, по логистике. И дальше мы считаем, что мы будем видеть все больше и больше мелких, таких более узких, глубоких специальностей, которые помогут вам лучше разобраться или научиться для того, чтобы больше продавать на маркетплейсах. И еще один из трендов в том, что вы получаете постоянно актуальный контент. Плюс этих образовательных проектов, неважно, кто поставщик этого образования, в том, что это не просто текст, это не просто какая-то запись, да, но есть и записи в том числе. Есть доступ к преподавателям, к экспертам, которые дают обратную связь вам, как продавцам или студентам, которые хотят дальше работать, да, на кого-то, управляя его товарами, по практическим занятиям. Есть домашние работы, есть живой чат с преподавателем и так далее, и так далее. И более того, эти платформы помогают дальше, поддерживают как студентов, так и выпускников, начиная от того, что они предоставляют возможность менторинга и финансовой поддержки, например, рассрочки или образовательного кредита, продолжая помощи в трудоустройстве, карьерные консультации, помощь в составлении резюме и, например, кредитах в развитии бизнеса на маркетплейсах. Я считаю, что это очень интересный тренд, потому что это означает, что рынок и си-сервисы поддерживают селлеров в развитии своих предпринимательств, в развитии своего бизнеса, и это поможет развиваться быстрее, в принципе, всей экосистеме. Соответственно, есть еще перепрофилирование. Мы наблюдаем, что очень важно понимать, что происходит вокруг вас. Если вы вдруг собираетесь нанимать к себе менеджера по работе с маркетплейсами, нужно понимать следующее. На фоне пандемии E-ком очень сильно вырос, и рос он быстрее, чем профилировались кадры, и, соответственно, возник дефицит. Источниками кадров для работы в E-коме стали специалисты из диджитал, из IT, из просто B2B-услуг. В том числе мы сейчас наблюдаем, что за счет ухода крупных товарных производителей, финансовых компаний из России в 2022 году освободилось определенное количество специалистов, которые будут перепрофилироваться на такую трендовую отрасль, как маркетплейсы. И здесь ведущую роль предстоит сыграть образовательным проектам, не только образовательным платформам, но и проектам, таким как банки и сервисные компании, для того, чтобы для рынка эти кадры перепрофилировать как можно быстрее и с большей глубиной экспертизы. Потому что чем больше компаний на маркетплейсах продают, тем больше потребностей в кадрах будет, и агентства не смогут закрыть все из них. Поэтому на стороне клиента должна быть команда и человек, или человек, который сотрудник, который сможет грамотно управлять этим каналом продаж. Это важная особенность, потому что вы будете наблюдать, уже наблюдаете дефицит, и он будет, кадров, и он будет восполняться с помощью таких образовательных проектов. На этом я бы хотела передать слово по следующим и рассказ про следующие тренды своему коллеге Кириллу. До этого я, пожалуй, отвечу на несколько вопросов. Есть, задают вопрос, есть ли методы оценки эффективности стримов? В стримах есть метрики такие, как охваты, такие, как количество их просмотревших. Вы можете увидеть, сколько в течение стрима у вас произошло продаж. Если в момент стрима вы не запускаете другие рекламные кампании, вы можете увидеть или не увидеть некий буст конверсий и связать их напрямую со стримами. Алиса задает вопрос. Я производитель эко-косметики и суперфудов. Могу представить эксклюзив на торговле своей продукции на маркетплейсах? Есть ли у вас лица партнера, которым это могло быть интересно? Алиса, в конце презентации будут наши контакты. Напишите, пожалуйста, свое предложение на них, и я к вам вернусь с ответом. Хорошо? А теперь я передаю слово Кириллу. Кирилл, забирай демонстрацию. Спасибо. А, вот, все, а теперь слышно? Отлично, хорошо, да. Да, да, коллеги, добрый день. Меня зовут Кирилл, я представляю компанию КСЛАПС. Это консалтинговая компания, российская консалтинговая компания, которая работает над стратегиями, над операционной эффективностью. Мы помогаем развивать каналы продаж, и мы являемся авторами этого исследования. исследования трендов для продавцов и маркетплейсов. Я продолжу рассказывать о трендах, и если мы вернемся к Seller Journey Map, то вслед за образованием встает вопрос развития контента. Да, контент как наиболее важный, наиболее важный элемент для селлера на маркетплейсе. Итак, контент играет важную роль. Товарная карточка играет очень важную роль при взаимодействии между покупателем и селлером. И здесь мы видим набор трендов, которые постарались вразить в этом исследовании, которые наши эксперты поделились с нами. Первое — это то, что контент становится богаче, становится интереснее и становится более сложным для селлера, с другой стороны. Да, мы видим тренд по развитию рич-контента и специального дизайна товара. Под рич-контентом мы поднимаем в первую очередь добавление различного количества фотографий товара, добавление его метрик, добавление видео. То есть все то, что позволяет селлеру лучше продемонстрировать свое уникальное товарное предложение, заинтересовать покупателя и ответить на вопросы, которые есть у покупателя, когда он обращается к товарной карточке. Рич-контент и как видео, графика, так и фото считается, что по оценкам экспертов он помогает увеличить конверсию, да, там вплоть до 25-50 или даже выше процентов. С другой стороны, рич-контент, несмотря на свое преимущество, для селлера связан с трудозапратами. Необходимо организовать фотосъемку, видеосъемку. И зачастую не все селлеры готовы тратить время на проработку рич-контента. Но опять-таки, согласно консенсусной позиции наших экспертов, они видят тренд на рич-контент, на развитие рич-контента на маркетплейсах и считают, что такой уникальный контент селлером помогает и продвигает их товары, делает их товары более привлекательными, выделяет их товары относительно от конкурентов на маркетплейсах. Помимо рич-контента, мы видим и другие, мы их считаем, фронт-историями, истории, которые видит непосредственно покупатель на маркетплейсе. Фронт-историй помимо рич-контента – это live.com или стримы. Здесь мы говорим о том, что live.com – это тренд, который зародился преимущественно в Китае. В Китае он демонстрирует фантастические темпы роста и становится очень мощным каналом продаж на маркетплейсах. На слайде вы видите динамику, как стремительно растет live.com. После того, как он завоевал китайский рынок, китайские маркетплейсы, он появился и в других маркетплейсах. Live-трансляция есть на Амазоне. Озон в России тоже запустил стримы, это Озон Live. И в целом мы видим, что как и рич-контент, live-стримы помогают привлекать внимание к вашим товарам, к вашим продуктам. Они помогают демонстрировать уникальные товарные предложения, приводят к росту просмотров. То есть во время стримов происходит рост просмотров товара, который продвигается на live-стримах. Чаще добавляются в корзину, чаще покупаются эти товары. С другой стороны, это опять-таки затраты, это дополнительная необходимость привлекать медиаторов, которые ведут live-стримы, которые демонстрируют ваш товар. Ну и в целом здесь стоит сказать о том, что если в Китае и в США, допустим, Live.com активно растет, то у нас иногда есть ассоциации с магазинами на диване, поэтому в принципе этот тренд, он перспективен, эксперты его считают перспективным, но здесь необходимо делать некие поправки на российскую специфику, что, возможно, продвижение и развитие live.com в России может занять немного больше времени. Другими интересными трендами, фронт-трендами в контенте является, разумеется, AR-VR технологии. Возможно, вы слышали на днях, британский Marketplace Fastpatch купил белорусский AR-стартап OneBuy. Это как раз стартап, с которым сотрудничала LaModa в России. Это стартап, который позволяет вам осуществлять виртуальную с помощью augmented reality, с помощью дополненной реальности, она позволяет вам примерить одежду, примерить обувь, да, и имеет дополнительный функционал. Это такие онлайн-примерочные, которые разрабатывают с помощью AR-технологий, также являются трендом, и преимущество, которое они дают, да, это покупатели, особенно те, которые там сомневаются с точки зрения, насколько подходит обувь, насколько подходит косметика, могут протестировать их на себе, сравнить, да, представить, допустим, или бытовая техника, как она вписывается в квартиру. Они могут, это решает проблемы частичного выкупа товара, да, когда заказывается и покупается не все, отказов от товаров, возвратов товаров. В принципе, AR-VR технологии, как раз кейс покупки Fortech стартапа OneBuy, это пример того, как с точки зрения, ну, в сегменте контента, да, растет применение новых технологий, AR-VR технологии. Если говорить о фронт, то на западных маркетплейсах в последнее время также растет и развивается тренд по сфере устойчивого развития. Некоторые крупные маркетплейсы, допустим, такие как Заланды, как Амазон, вводят систему маркировки. Они маркируют товары, которые произведены с минимальным негативным воздействием на окружающей среду. В целом на маркетплейсах растет тренд того, что сейчас называется экономика замкнутого цикла, когда маркетплейсы стремятся использовать минимальное количество упаковки, стремятся подчеркнуть то, что они оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду, поддерживают сотрудников, социальное воздействие маркетплейсов. И они поддерживают селлеров, которые разделяют эти позиции. Это постулируется в стратегии маркетплейса Заланда немецкого. Они говорят о том, что они большое внимание уделяют селлерам, которые занимают активную позицию в сфере устойчивого развития. Кроме того, на крупнейших маркетплейсах появляются рефербич товары, то есть товары, которые уже были у товара, которые были в употреблении. И, соответственно, они расширяют предложение таких товаров. И возвращаясь к контенту, двигаясь от фронта к бэку, мы видим, что крупным трендом в контенте является развитие PIM-систем. Это Product Information Management системы. Это системы, которые позволяют оптимизировать, наладить процессы обмена информации, обмена файлов, таких как фотографии, видео, карточек товара от продавца на маркетплейс или на маркетплейсе, если продавец продает товар на нескольких маркетплейсах. Это очень распространенные решения, как сейчас есть и российские, и зарубежные. Поставщики таких решений PIM-системы становятся очень популярным инструментом именно оптимизации работы с графической информацией, с информацией о товаре. С одной стороны, они централизируют управление такими данными, они выступают единым источником правды. То есть та информация о товаре, которая хранится в PIM-системе, она единообразно распространяется на разные маркетплейсы и таким образом позволяет избежать расхождений. Вот. Кроме того, внутри самих PIM-систем идет... Мы видим такие тренды, как использование простых доступных low-code технологий по формированию, по развитию этих PIM-систем. Мы видим, что PIM-система позволяет персонализировать контенты в зависимости от маркетплейса, в зависимости от того, что мы хотим непосредственно выдать. Мы можем предоставить больше контента, меньше контента о товаре. И, в принципе, PIM-системы удобно интегрируются. Ну, есть тренд на интеграцию PIM-систем с другими системами, ERP-системами и другими системами тоже. Таким образом, двигаясь от контента, здесь была полезная информация про тренды в контенте, мы двигаемся в сторону продвижения, да, то есть мы создали подробное описание товара, добавили видео, добавили фото, информацию о товаре. Мы принимаем участие... Да, Мария, спасибо, что отвечаете на вопросы параллельно. Мы, соответственно, выбрали PIM-поставщика, и теперь мы хотим заняться продвижением нашего товара. Это следующий шаг в нашем Seller Journey Map. И здесь мы видим, что продавцы используют различные инструменты, да, своих товаров. Продвижение становится все более значимым. И здесь традиционно есть доступные инструменты на самом маркетплейсе. Мы видим, что, ну, маркетплейсы продолжают оставаться значимым для продавцов поставщиком инструментов продвижения, такие как все оптимизации. Кроме того, на маркетплейсах, и это является одним из трендов, которые мы подчеркнули от экспертов в ходе нашего исследования, становится использование бренд-зон, персонализированных страничек, да, крупные селлеры, селлеры среднего размера или только начинающие могут инвестировать в развитие своих бренд-зон. Это специально выделенные, да, задизайненные страницы, персонализированные страницы товара продавца на маркетплейсе, которые, по мнениям исследователей, позволяют удерживать клиента на странице, то есть повышают удержание клиента, а также увеличивают конверсию в покупку. Сио-октимизация, как я сказал, также является важным, уже важным трендом в продвижении. Помимо продвижения на маркетплейсе, селлеры в мире начинают использовать активно другие инструменты продвижения. Такими инструментами являются, разумеется, конструкторы сайтов, да, то есть помимо продаж на маркетплейсе, селлеры могут выходить на, создавать собственные сайты, и, допустим, иллюстрацией такого кейса является партнерство Амазона, точнее, покупка Амазоном компании «Селлс». Это компания, которая помогает создавать сайты не маркетплейсов. Активно селлеры запускают рекламные компании в социальных сетях, потому что это становится все более популярным каналом, через который покупатели заходят на маркетплейс, потому что, как мы узнали от экспертов, меняется логика поиска товара, да, если раньше человек слышал о товаре и заходил на маркетплейс, сейчас человек зачастую видит товар на ком-то или где-то, и с помощью камеры на своем смартфоне он может через социальную сеть попасть уже на маркетплейс. Помимо инструментов продвижения, которые доступны на маркетплейсах, инструментов продвижения, которые доступны за пределами маркетплейсов, растет тренд на активную работу с обратной связью покупателей. Да, продавцы и маркетплейсы все более важную роль уделяют работе с коммуникацией, коммуникацией с покупателями, да, через каналы обратной связи, через рейтинги товаров и работу с комментариями. Здесь важным инструментом является именно регулярность этой работы. Важным является то, что вы отвечаете на комментарии к вашему товару, вы регулярно отслеживаете рейтинги и обзоры, которые есть по вашим товарам на маркетплейсе. Это те тренды, о которых мы узнали по итогам нашего общения с экспертами в сегменте продвижения. И непосредственно после продвижения логичным шагом является организация доставки товаров. Здесь мы выделяем тренды, которые... Здесь тренды, которые мы определили, это тренды, классически разделенные между FBO, да, Fulfillment by Operator и FBS, мы видим, что с одной стороны по-прежнему на зарубежных маркетплейсах, российских маркетплейсах, FBO играет важную роль. Fulfillment by Operator, Fulfillment by Marketplace играет важную роль. И ключевым трендом, который долгие годы, уже последние годы мы наблюдаем на маркетплейсах, это сокращение сроков доставки. Селлеры, точнее, извините, покупатели. Покупатели ожидают сокращения сроков, считают, что товары должны приходить в тот же день или на следующий день, в крайнем случае, через два дня. Поэтому все больше маркетплейсов уделяют вниманию срокам доставки, и это является, по сути, движущей силой развития FBO. Помимо этого, важным трендом развития сегмента доставки является формирование 3PL-модели, когда сторонние логистические сервисы, сторонние логистические компании по сути являются аутсорсом, и доставка от продавца на Marketplace осуществляется ими. Преимущество, которое это дает, это, очевидно, снижение сроков стоимости доставки, это автоматизация процессов, и, с другой стороны, это необходимость заключения соглашений, партнерство с такими компаниями, но, как мы наблюдаем, за рубежом многие компании находят свою нишу, успешно масштабируются и являются такими партнерами, 3PL-партнерами для Marketplace, для продавцов. Примером может быть крупная компания Stuart, зарубежная, которая сейчас активно развивается изначально в Британии, но уже и во Франции, в Германии, в Польше активно выступает такой компания, работающая по 3PL-модели, и, в принципе, мы видим, что 3PL-модель — это некая свободная ниша, и эта ниша будет развиваться в ближайшее время. Другим трендом, который является значимым как для Marketplace, так и для продавцов в сегменте доставки, это система работы по уменьшению возврата. Это очень важный, я бы сказал, скрытый канал оптимизации доставки, да, и здесь, как я говорил раньше, ссылаясь на предыдущие тренды, мы можем сказать, что системная работа по уменьшению возвратов, возможно, допустим, через создание рич-контента и добавление, допустим, размерной сетки, это также системная работа, возможно, через регламентацию всех процедур, либо введение комиссии за возврат. Другим трендом, который мы тоже наблюдаем как в мире, так и в России, это экспресс-доставка, да, или доставка к определенному времени. Здесь Marketplace использует либо свои, свой флот, да, как, допустим, делает Яндекс.Маркет, либо привлекает 3PL-партнеров, но в целом считает, что экспресс-доставка за последние годы и в ближайшее время будет активно развиваться на рынке Marketplace. И после доставки, если мы двигаемся, то дальше по Seller Journey Map важным вопросом, который возникает у селлеров, это эффективное управление товарными запасами. И здесь мы видим другое очень важное бэкэнд-решение, которое позволяет селлерам эффективно настраивать систему по движению товаров, по управлению запасами. Это системы, мы называемые интегрированные системы управления товарными запасами. Эти системы важны, потому что в последние годы покупатели ожидают 100% доступности товара, поэтому всегда нужно иметь товар на сладе и быстро отгрузить его при продаже покупателю. С другой стороны, нужно избегать затоваривания складов, да, потому что это, очевидно, ведет к росту затрат, поэтому необходимо найти некий баланс между 100% доступностью товара и готовностью отгрузить его при продаже и затовариванием товара, затовариванием складов товара. И здесь как раз появляются такие системы по управлению товарными запасами. Они помогают выстраивать процессы и поддерживать нужный объем товара, сокращать затраты на хранение, сокращать сроки доставки и, в принципе, вести мониторинг движения товара от склада к покупателю. И, в принципе, здесь можно сказать, что среди таких систем управления товарными запасами происходит движение, с одной стороны, да, такие сервисы интегрируют управление товарами по всей цепочке продаж, это с одной стороны, а с другой стороны, я бы сказал, это вертикальное движение, да, а горизонтальное движение – это движение по шире, по маркетплейсам. Движение по маркетплейсам, да, то есть когда такие решения, такие сервисы по управлению товарными запасами двигаются, ну, предоставляются на нескольких маркетплейсах. И в целом мы можем сказать, что вот бэк-оптимизация, как я сказал раньше про контент, это вот PIM-системы, и здесь оптимизация – это управление товарными запасами. В целом история с оптимизацией, с повышением эффективности работы на маркетплейсах, она может двигаться, идти либо от PIM-систем, от фронта, от работы с контентом, либо от движения товара по цепочке продаж. Это тренды, которые мы наблюдаем в управлении товарными запасами. Немаловажно уже после осуществления продажи, да, после осуществления продажи товара важным становится сегмент аналитики, да, необходимо отследить, как хорошо продается ваш товар, как продается товар у вашего конкурента. И здесь мы видим, что наиболее распространенными трендами в сегменте аналитики и постпродажной аналитики являются создание удобных визуальных дэшбордов. Многие как зарубежные, так и российские компании сейчас предлагают дэшборды, которые позволяют вам отследить динамику продаж, стоимость, как в целом на маркетплейсах ваша товарная категория продается и так далее. Здесь преимуществом таких решений является то, что она позволяет интегрировать решения из разных источников. Она, соответственно, позволяет корректно и доступно отслеживать то, как ваш товар продается и то, как продается товар у ваших конкурентов. Помимо дэшбордов, да, наиболее доступного популярного решения в сфере аналитики, мы видим, что появляются решения в рубеже, так и в России, которые позволяют внедрять динамическое ценообразование товара в зависимости от скидок, в зависимости от того, как идет продажа у вас, как идет продажа у конкурентов. Появляются решения, которые позволяют анализировать цены, опять-таки, да, допустим, для участия в акциях. Появляются очень важные инструменты по АБ-тестированию, когда вы можете непосредственно разместить такое решение, если я правильно помню, было внедрено на Амазоне. Вы можете сделать два варианта товарной карточки и, соответственно, провести АБ-тестирование, лайф АБ-тестирование, посмотреть, какая из товарных карточек лучше взаимодействует с покупателями, какая для них привлекательна. Внедряются инструменты машинного обучения, и, кроме того, в сфере аналитики уже развиваются услуги по консультированию, да, то есть консалтинговые компании, индивидуальные консультанты выходят на рынок, анализируют рынок, анализируют товарные категории, и предлагают селлерам некие улучшения, некие решения, которые позволяют им наращивать продажи. Это тренды в сфере аналитики. И не менее важным и заключительным трендом, который бы я хотел сегодня рассказать, это тренды в сфере финансовых сервисов, да, то есть сервисы, которые позволяют привлечь средства для селлеров, которые позволяют получить финансирование. Здесь мы видим, что появляются крупные компании, и их количество растет, растет инвестиция в эти компании. Это финтех-компании, которые работают напрямую с продавцами на маркетплейсах, предоставляют им кредиты, рассрочки. И преимущество таких финтех-компаний заключается в том, что традиционные банки, крупные финансовые институты зачастую не могут быстро наладить, эффективно наладить работу с селлерами. Финтех-компании, которые заточены на данные, заточены на скоринг, оперативный скоринг продавцов, они могут быстрее привести скоринг и одобрить кредит, предоставить средства. Потому что для финтех-компании эта история с маркетплейсами на 100% понятна. Это история про данные, это история про... То есть они отслеживают продажи, они видят все, что происходит, и им этот рынок привлекателен. Кроме того, сами маркетплейсы запускают финансовые решения, финансовые сервисы для того, чтобы помочь бизнесу с финансированием. Это Озон, это Байлдеррис в России, другие кейсы на Западе. У Озона есть Озон Кредит, платформа для B2B-кредитования. В общем, помимо финтех-компаний, традиционные маркетплейсы также предоставляют финансовые услуги. И, наконец, другие банки, да, там, в России, так и за рубежом, традиционные финансовые институты тоже выходят на этот рынок и предоставляют на самом деле не только финансовые сервисы, а расширяют свое предложение сервисов, выступая этими альтернативными сервисными компаниями. Они предоставляют как кредитование услуги, но также предоставляют услуги и по аналитике, и по продвижению, и онлайн-бухгалтерии. То есть мы видим, что на рынке финансовых сервисов банки очень активно играют, выходят финансовые финтех-компании, но и сами маркетплейсы тоже заинтересованы в финансовых сервисах, поэтому это очень динамичный и развивающийся сегмент на маркетплейсах. На этом я бы хотел завершить свой обзор Селлер Джонни Мэпа, который мы подготовили. Надеюсь, эти тренды были для вас полезны, вы узнали новые. И я передаю слово Марине. Большое спасибо за большое внимание. Спасибо. Кирилл, спасибо большое. Было очень познавательно. Мне кажется, я по-другому уже посмотрела даже на это исследование. Я бы хотела здесь сделать небольшой summary для вас, дорогие слушатели, что мы видим с точки зрения трендов. И, кстати, очень важно в полной версии исследования, кроме трендов, вы увидите рекомендации от нас, от группы исследователей, по тому, что стоит использовать в каждом из этапов Селлер Джонни Мэп и на что стоит обращать внимание. При этом я вижу здесь среди вас продавцов, которые только начинают свой путь на маркетплейсах и хотят научиться каким-то техническим вещам, как правильно заводить карточки и так далее. Но для этого существуют другие вебинары, есть курсы, о которых мы сегодня много говорили и так далее. Здесь исследование для вас позволяет сформировать среднюю и долгосрочную, насколько это возможно в текущих реалиях, перспективу по тому, какие инструменты вы будете использовать в своем бизнесе, по тому, куда стоит инвестировать, например, или нет, и по тому, что стоит ожидать от самих маркетплейсов и сервисных компаний. Если вы строите стратегию, а не тактику, то результаты этого исследования и любых других, которые вы увидите на большом объеме данных на рынке, будут вам полезны для того, чтобы понимать, первое, хотите вы или не хотите оставаться на этом рынке, в этой отрасли, второе, куда вам двигать свой корабль, куда его направлять, чтобы ваши продажи росли не в моменте, а в месяце, годы и так далее, и так далее. Причем не только в России, но и на зарубежных маркетплейсах, интерес к которым на самом деле за последние полгода сильно достаточно вырос. Итого, давайте быстро сделаем в саморе всех основных трендов. Что происходит с образованием? Образованием бытия его предоставляют не только образовательные платформы, но и банки, но и сервисные компании, но и сами маркетплейсы. Готовы помогать студентам, готовы помогать выпускникам, дают кредиты, помогают трудоустройстве, специализируют курсы на узкие профессии, дают обратную связь, быстрый доступ к экспертам. Это очень важно. Здесь еще, кстати, очень важно. Есть, кроме образовательных проектов, частные курсы, которые вы можете видеть от конкретных предпринимателей, которые транслируют личный опыт в какой-то конкретной категории от этих предпринимателей. Я не берусь оценивать глубину экспертизы тех или иных курсов, однако нужно понимать разницу доступа к большому объему экспертов, там десятки человек и доступа к одному эксперту. Но выбирать вам в любом случае этот контент и, самое важное, не просто учебники, но еще и практика, он стал, становится все более и более доступным. В контенте демпинг по цене – это очень здорово, но весь рынок уходит от этого в сторону персонализированного контента, в сторону персонализированной витрины, магазина и работы над узнаваемостью бренда. Посмотрите, как работает Amazon. Наши маркетплейсы, топовые маркетплейсы идут в эту же сторону. Вы должны отстраиваться как минимум контентом от своих конкурентов и быть запоминающимися. Качество продукта – это номер ноль. Мы всегда говорим о том, что вы делаете качественный продукт, и ни в коем случае контент и никакие способы продвижения его не заменят. Продвижение. Первое – рекламу надо использовать у маркетплейсов, в частности, у Озона, огромный, богатый маркетинговый инвентарь. Каждую неделю релиз новой фичи, те же самые моменты на Озон. Это классная вещь, которую мы сейчас на собственных торговых марках тестируем и тестируем на наших селлерах, на наших партнерах. И это и есть тот инструмент взаимодействия. Миф о том, что реклама на маркетплейсах – это дорого, это миф. И он явно эффективнее, чем в диджитал, половина реклам, половина канала, в котором поисковых, соцсети и так далее, она просто физически не существует. Теперь на маркетплейсах этот инвентарь только расширяется. Плюс работа с обратной связью. Говорим про качество товара, значит, вы качественное взаимодействие с целевой аудиторией. Обработка отзывов, ответы на вопросы, обязательное интерактив, обязательное вовлечение, обязательная двухсторонняя обратная связь. Собирайте обратную связь, улучшайте продукт, отдавайте обратную связь в рынок, отдавайте обратную связь в свою целевую аудиторию, и тогда ваш бренд будет развиваться еще сильнее. Доставка. Как мы с Кириллом уже подсветили, совершенно нормально, когда у вас не один способ доставки на всю товарную матрицу. Первое. Выбирайте, что вам выгоднее делить товарную матрицу по маркетплейсам, по способам доставки. Второе. Если выбираете сторонних логистических провайдеров, выбирайте несколько, вы не должны зависеть от одного, и даже от двух. Вот всегда должен быть пул партнеров, среди которых можно выбирать. И в любом случае расчет логистики – это всегда очень точный расчет. Ваш юнит экономик, его нельзя считать наобум, и я против таких неоцифрованных экспериментов абсолютно всегда. Управление товарными запасами. Если у вас матрица расширять, я привела пример здесь в чате компании, которая интегрируется с моим складом и достаточно плотно и эффективно управляет товарными остатками, их точно нужно синхронизировать. Чем больше у вас матрица, чем больше у вас маркетплейсов, тем сильнее у вас потребность не в Excel-таблице, а в таких решениях. Это российское решение, и оно развивается вместе с рынком, оно доступно и легко управляемо, при этом оказывают, и я уверена, что будут появляться еще, оказывают консалтинговую поддержку для того, чтобы вам было проще с этим справляться, но оно стоит того, чтобы его подключать. И аналитические сервисы вам точно нужны. Мы всегда приводим в пример набор сервисов, которые позволят вам анализировать текущую ситуацию в нише и среди конкурентов, и по цене, и это значит, что вам стоит приобрести доступ к нескольким из них, чтобы сравнивать данные, но у себя внутри настроите минимально простые дэшборды, которые позволят вам в единицу времени онлайн получать информацию о том, что у вас с продажами происходит. Я бы не ориентировалась только на данные личных кабинетов в маркетплейсах, тем более, что их несколько, и их интерфейс отличается. Сделайте у себя выгрузки, преобразуйте в дэшборды, подключите несколько аналитических сервисов на тот тариф, который вам комфортен. Ну и, соответственно, грех не воспользоваться финансовыми сервисами от партнеров, если вы являетесь клиентами того или иного банка, например, он может вам, того банка, который дает вам возможности по тому, чтобы получить доступ к оборотному капиталу, воспользуйтесь этим, почему нет. Вот таких банков несколько, мы приводим примеры в исследовании не предложений, а названий таких банков, и этим стоит пульс. Плюс есть еще одна история, когда есть платформы, позволяющие собрать инвестиции от частных лиц на развитие своего бизнеса на маркетплейсах. Мы не приводим пример в исследовании, мы должны понимать, что такая история есть. Как вы можете стать таким инвестором, так можете привлекать на свой бизнес, в зависимости от того, какую свою идею продадите, можете привлекать частных инвесторов и развивать свой бизнес таким образом. Поэтому такой запрос к сообществу, он становится более прозрачным, он становится более понятным, более управляемым, и этим, правда, стоит воспользоваться. Поэтому можете сейчас навести камеру на QR-код, можете перейти на наши сайты и скачать полную короткую версию исследования. Мы не стали никаким образом ее монетизировать и решили сделать такую историю для рынка, посмотреть, насколько это будет полезно. И мы сейчас получаем отклик, что это действительно полезно. Есть множество инсайтов, на основании которых люди, селлеры, производители меняют или строят свои стратегии. И сделав небольшой тизер, мы собираемся продолжать и делать уже более специализированные исследования. Но об этом мы расскажем в следующих сериях. Чуть позже, думаю, что в этом году еще какое-то количество мы вам предоставим. Поэтому будет здорово, если вы поделитесь обратной связью. После того, как прочитаете короткую полную версию, пишите нам на указанные e-mail, оставляйте нам свою обратную связь в любой конструктивной форме. И мы обязательно это учтем для того, чтобы делать следующие исследования еще более полезными, еще более интересными для вас. Ну и приходите к нам на Академию Ак-маркет, посмотрите записи вебинаров. Как раз для тех, кто хотел узнать, как взводить карточки, там есть пара таких записей, которые может вам помочь. Спасибо вам огромное. Кирилл, спасибо огромное за то, что мы сегодня смогли ответить вам на вопросы и рассказать о том, что вас ждет в этом исследовании. Вот. Наслаждайтесь чтением. И я верю, что вы сможете сделать из этого правильные выводы для своего бизнеса. Спасибо большое. Что ж, если у вас не осталось больше вопросов или комментариев, опять же, повторюсь, вы можете послушать наши подкасты, вы можете послушать вебинары, написать нам обратную связь на почту, скачать исследование пикератора, кода и плюс ссылку мы сюда приложили, запись у вас будет выложена на Ютубе, поэтому всегда можете к этому обращаться. Вот. Желаю вам продуктивной недели, желаю вам отличного лета, потому что это последняя неделя мая, и успехов в бизнесе и в карьере. Спасибо за внимание. На этом мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. Все. Была рада видеть, слышать. Счастливо.